АПЛОДИСМЕНТЫ Тема сегодняшней презентации, как бы мы обсуждали, о чем мы могли бы сегодня поговорить, и решили раскрыть воинский дух как фактор развития или разрушения. В частности, как бы с детства, наверное, когда рос в семье настоящего фаната, патриота своей страны, я часто еще с детства задумывался, что мы можем сделать для своей страны, что мы можем изменить. Мне всегда казалось, что, чтобы что-то изменить, это надо быть где-то там наверху, иметь силу, иметь власть и все в таком духе. Но хотелось все-таки найти какие-то инструменты, способы, возможности вообще понять, как можно вообще менять людей сегодня, имея то, что мы сегодня имеем, как можно самому развиваться, расти. Дальше же, увлекаясь историей, изучая, как бы я начал задумываться о следующем вопросе. Я стал думать, вообще кто мы, как вообще управлять. Сегодня я занимаюсь тем, что пытаюсь как-то разработать, наверное, альтернативную модель менеджмента, кыргызскую модель менеджмента, понимая наш менталитет, нашу специфику. Когда я просто начинал спорить со своими друзьями, когда они мне говорили, что в Кыргызстане строить компанию нельзя, все тянут вниз, не дают развиваться, внутри корпорации только интриги и все в таком духе. Когда я с ними яро спорил, я понял, что просто в управлении кыргызским народом нужна своя специфика, свои инструменты, свой подход. И тогда, когда я начал этим заниматься, я стал задумываться, кто мы, кто мы вообще такие исторически, кем мы были, наш менталитет, наши особенности. Я начал более глубоко изучать историю кыргызского народа, пытаться понять. И первое, первое, что приходило сразу в голову, когда я задумывался, кто мы, это был вот этот человек, да, это какой-то с гор спустившийся неудачник. Ну, я на самом деле отказываюсь этому верить, да, что мы умели только чесать свое пузо, лежать там где-то на джайло, следить за баранами, да, там, ну и, грубо говоря, все, да. Я отказываюсь верить в то, что именно он тот человек, которым я должен гордиться, из которого я должен брать пример. Ну, кто же тогда? Я долго думал, пытался, ну, читая историю, пытаясь понимать исторические примеры, смотря, я стал понимать то, чем я мог бы гордиться. То, что могло бы наш народ сегодня привести к успеху, то, что могло бы дать нам вырваться вперед. Мы были воинами. Да, в те времена, ведя кочевой образ жизни, нам приходилось вести воинский образ жизни. Все наши традиции, все наши обычаи, там, охота, там, выполняли, все, как бы, готовили из нас сильных воинов. Мы должны были воевать для того, чтобы защищать свой скот, мы должны были воевать где-то, когда-то, чтобы грабить. Мы должны были, имея кочевой образ жизни, воевать для того, чтобы сохранить нашу идентичность, наше общество, наш народ. Наше имущество. И в те времена не воевать, не бороться, ведя кочевой образ жизни, просто было невозможно. Сегодня, когда говорят, что, ну, что теперь, брать там, я не знаю, оружие и идти на войну, я понимаю, что нет. Как бы, война сегодня продолжается, война идет, но во многом она меняет свою отрасль, она меняет свою специфику. Война в экономике, война где-нибудь в маркетинге, в идеологии, в спорте, в науке. Везде идет война, везде идет борьба к достижению, к стремлению. Каждый из нас стремится что-то изменить, каждый из нас борется с кем-то. И очень важно просто понять, с кем мы боремся, кто наш враг, ради чего мы боремся. И говоря о воинском духе, мы понимаем, что, что такое быть воином, это лидерство, это готовность идти на войну, это готовность идти на риск. И видим мы сегодня это, когда люди идут на риск, готовы инвестировать, даже имея там маленькие бюджеты, немного денег, они готовы тратить, готовы инвестировать, готовы идти в бизнес. Все хотят собственного бизнеса. Будучи воинами, мы готовы были вести за собой народ, мы готовы были воевать, идти на самопожертвование. Еще это еще и страсть к победе, это чувство победы, это желание это чувствовать. Но всегда ли быть воином хорошо? Когда я думал, искал отражение воинского духа в сегодняшнем обществе, я это видел везде. Я это вижу сегодня, я не знаю, вплоть до того, что когда там кеджи-клабовцы поют, говорят, там, сучились понты, ищешь номер без спешки, звонишь всем подряд, братанам и байкешкам, здесь пофигу, кто у тебя за спиной, вбиши каждый пацан непростой. Он действительно растет в этом обществе, где все крутые, все дерзкие, все блатные, на самом деле. Ты ловишь такие дерзкие взгляды, поймал чей-то взгляд, и ты понимаешь, что он его никогда не опустит. Ты должен просто первый сделать милость и хотя бы улыбнуться. Но в то же время мы понимаем, что это сила, это энергия, это неиссякаемая энергия. Но всегда ли воинский дух это хорошо? Ведет ли воинский дух всегда к победам, к развитию? Не ведет ли воинский дух к разрушениям? Сегодня мы зачастую видим, что именно причиной разрушения является непосредственно этот воинский дух. Здесь, наверное, мы перейдем чуть подробнее к проблеме. Я занимаюсь брендингом, изучаю историю, занимаюсь брендингом, изучаю архетипы, интересуюсь психологией. Стал интересоваться, стал пытаться разобраться, какого рода воины бывают, чем они отличаются. Что для нас воины вообще, как можно классифицировать воинов и что можно делать с этими воинами. Первое. Однажды я смотрел фильм, смотрели Робин Гуда, последнюю версию? Кто смотрел? Мне понравился один момент, который меня навел на первого. Когда Робин Гуда поймали ребята, вот эти маленькие ребята, которые ездили на непонятных лошадках, как их там звали, я не знаю, помните, нет? Поймали его, привели к этой девушке, и он когда встает, вырывается от них и говорит, они говорят, нет, мы воины, он говорит, эй, какой ты воин? Воин без цели, это браконьер. Это браконьеры. Первый тип воинов, первая классификация воинов, это браконьеры. Это воины без цели, у них есть энергия, у них есть сила, стремление проявить себя, стать лучшим, стать сильнее, доказать всем, чувство победы, энергии. У них есть дерзость, у них есть вот эта энергия, которая нам нужна для пассионарности, которая нам нужна для взрыва, для развития, но у них нет цели. И воин без цели превращается в бандита, беспредельщика, который сидит на районе, говорит по фене, который идет на улице, обязательно хочет до кого-то докопаться, лишь бы доказать свою силу, потому что он не знает, где себя проявить, он не знает, как себя проявить. Это страшно. Это то, что мы получили в результате 90-х. Это то, что мы получили в результате 20 лет отсутствия какого-либо национальной идеологии, какой-либо ценностных ориентиров, мы получили браконьеров. Второй тип воинов, это воин с негативной целью. Когда воина загоняешь в рамки, когда ты пытаешься жестко контролировать воина, когда ты ограничиваешь воина, когда ты поступаешь к нему несправедливо, особенно когда ты поступаешь несправедливо к свободному воину, в нем рождается бунтарский дух, и это превращается в бунтаря. И целью бунтаря уже становится не созидание, не строительство, не развитие. Самой целью становится разрушение той системы, которая не позволяет ей жить свободно. И в нас рождается бунтарь. И в результате бунтарь будет бороться, чтобы разрушить, чтобы, я не знаю, разрушить всю систему, которая есть, дабы восторжествовала справедливость. Зачастую они даже не знают, как строить и как развивать. Но в данном случае их задача разрушить. Разрушить тот негативный тренд, то, что мы имеем. Мне не надо этого доказывать, потому что мы все свидетели последних революций. Вот, что мы получаем, когда людей ожиданием не управляют. Когда люди не понимают, куда мы идем и что будет дальше. И третий тип воина. Это воин с позитивной целью. Это воин, готовый бороться за лидерство своего народа. Это воин, готовый бороться за успех в будущем, и стремится развиваться. И как мы их называем? Герои. Спасибо большое. Это герои. Это наши спортсмены. Это наши ученые. Это наши, я не знаю, культурные деятели. Это Бабур. Это моя денежка Гульнара Каликова. Это Азим Азимов. Это вы все здесь собравшиеся ради того, чтобы подумать, что мы можем сделать, чтобы изменить себя, и чтобы изменить мир, и чтобы создать условия для процветания всего нашего народа. Чем отличаются эти три воина? В первую очередь, одной простой вещью, это целью. Тогда, когда у верхних просто нет цели. У нижних цель просто разрушить, что мы имеем. У средних. У самых нижних цель созидать. Бороться за развитие своего народа. Бороться за первенство, за лидерство. Стремиться быть лучше. Мы работаем с Айферами, потому что мы понимаем, что там формируется молодое поколение лидеров. И одна ключевая тезис, о которой мы говорим им. Говорим, что нам не важно, какая команда победит на национальных соревнованиях с Айф. Но нам важно, чтобы команда чемпион стала чемпионом на World Cup. И тогда мы видим, что эти команды, они не относятся просто друг к другу, как бы загрызть друг друга. Мы видим, что они борются за друг друга. И сегодня, когда какая-то команда становится чемпионом, остальные команды, в этом году, по крайней мере, я это наблюдал, старались поддержать и помочь им, чтобы они могли съездить на World Cup и проявить себя. Разве это не герои? И сегодня одна из важнейших задач нашего общества, это дать людям цель, дать людям позитивную цель, научить людей расти и развиваться, показать людям, что лидерство каждого из нас, это лидерство всей страны. И успех каждого из нас, это успех всей страны. И каждый из нас сегодня, здесь сидящий, стремясь личностному росту, добиваясь успехов на работе, будь то в спорте, будь то в бизнесе, развивая свой бизнес, он бабур, да, рассказывает о том, как экспортируется уже финансовые услуги нашей страны, да, там, видя таких ребят, как Алмазбек Раимкулов, видя таких ребят, как, там, Альдин Абжамбеков, который работает, там, в компаниях, там, в Эриксоне, и, там, в крупнейших консалтингах компаниях мира, видя таких ребят, как вы, которые пытаются расти, развиваться и менять мир, я понимаю, что мы все герои. Мы все герои на разных уровнях. И тогда, когда таких, как мы, будет много, тогда, когда таких, как мы, станет критическая масса, хотя бы 5% страны, мы получим национальный взрыв. Я в это искренне верю. И я верю, что мы сильны, что у нас есть очень много энергии. Все, что надо сделать, это направить нашу энергию в правильное русло. И тогда, действительно, успех каждого приведет к успеху всей страны. Спасибо большое.